Сказка из ниток на болгарском языке. В Чувашии продолжается международный фестиваль для особенного зрителя. Одинаковыми нам быть не обязательно. Одной из площадок, на которой выступали болгарские артисты, стала Чебоксарская школа номер 59. Пока гости рассаживались, режиссер Катерина Илкова знакомилась со школьниками. В зале третьеклассники и те, кому по различным причинам не удается посещать школу и приходится учиться дистанционно. Те, ради кого и задумывался этот фестиваль. Исценическая площадка 59-й школы была выбрана совсем не случайно. На базе нашей школы работает дистанционная школа. И в этой школе занимаются не только дети с города, есть даже дети с республики. И они уже на расстоянии, без отрыва, не выходя из дома, могут заниматься с опытными педагогами. И сегодня фестиваль, почему проходит именно вот наша школа. И эти же ребята смогли сегодня приехать в нашу школу. Сказку из НИТА Катерина Илкова рассказывала на родном, болгарском языке. Только некоторые эпизоды обыгрывала на русском. Но это не помешало детям с удовольствием наблюдать за приключениями короля, королевы, принцессы и стражника. Все персонажи спектакля связаны с самой рассказчицей. Или просто сделаны из обыкновенного клубочка ниток. Они буквально оживали на глазах. И даже наряд Катерины делала ее рук. В платье множество карманов, где прячутся спицы, пряжа. Из них моментально появлялись волшебный лес, замок. Сама постановка не новая. Ее премьера состоялась аж в 1989 году в столице Болгарии. Но каждый раз актриса рассказывает ее как в первой, ориентируясь на зрителя в зале. У всех детей особая потребность. Конечно, одни больше, другим меньше, но все-таки у всех им нуждается особенное внимание. Общаться с публикой, которая нам помогает. Тоже, чтобы мы приобщились к ней. Не она к нам, мы к ней. Чтобы она нам подсказала, что ей нужно. И наша публика с удовольствием подсказывала и участвовала в сказке. И после завершения спектакля долго не хотела расходиться по домам. Каждый хотел пообщаться с гостью из Болгарии и поделиться с ней своими впечатлениями. Веселый, неречный. Возвращались подумать о обычной лице. А так, благодаря вот такому, можно сказать, подавать спектакль и стал очень-очень живым. Моноспектакль пришелся по душе не только детям, но и взрослым. Я первый раз вижу такой спектакль, потому что с нитками все. Естественно, здесь актрисой Катерина очень хорошо играла. Всех смогла заинтересовать. Дети хорошо участвовали в этом спектакле сами. Международный фестиваль для особенного зрителя. Одинаковыми нам быть не обязательно, подходит к концу. 16 октября состоится торжественное закрытие фестиваля и вручение наград и благодарственных писем всем участникам кукольного праздника. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.